Света 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 Материальные вещи Душевные вещи Они все сделали для нее Абсолютно все Для них эта дочка маленькая Она была самая и самая чистая и хорошая Перфект, супер Самая сладкая, что была Все знают, когда есть самый маленький, он самый сладкий Это была, как сказать вам Операх Шела мишпаха Так она была Когда ей было 15 лет Ее мама умерла И они остались С их отец После 2 года, когда ей было почти 17 лет У нее как зашло внутри Руах штут Какой-то дух Что он такой Вы знаете, есть такой возраст Что они думают неправильно Они ищут проблемы Что все наоборот они делают И она стала против всего Против отец, против братья и сестры Против религии Против правильной дороги Против всего Один день она пришла домой И она сказала Папа В воскресенье Я еду Я еду в Индия Я и еще Мои подруги Ее отец на нее смотрит Был в шок Он чуть не упал И он ей говорит Оду В Индии Для чего? Что ты там потеряла? Что тебе там искать? Что стало с тобой? И плачет И она Она стояла на свое Это что она сказала Это что она хочет Так она сделает Так она ему сказала Отец, папа Я уже закрыла Как у нас говорят тут Хавала лазман Хавала лазман Все нету Ты не можешь мне Взять ни направо, ни лево Я закрыла, я еду Он не знал Как это получит Нормальный отец Нормальный отец Когда слушает Что его дочка Тирает дорогу Нормальный человек Знает, что Есть на улице Нормальный человек Это знает Какие звери Какие собаки Какие страшные вещи Есть на улице Какие-какие Извините, хулиганы, все эти имена, какие страшные люди, какие больные в голове, больные в мозге. Нормальный отец не дает, что его дочка пошла на улицу так просто так, особенно, если она едет в такие места, где есть чужая работа, буддаизм, шмудаизм. И она сказала отец, папа, извини, но это мое решение. Он не знает, что делать. Он не знал, что сделать. Он себя не находит. Он начал плакать и кричать, Бог, Бог, помоги. Как такое веще творится в мой дом? Это же позор. Оставь, что это позор. Ее жизнь будет пропавшая жизнь. Что с ней, Бог, помоги. И он пришел к ней опять и сказал, пожалуйста, Шула, Шула Мит, моя любимая, не едь, не едь туда. Он не смог жить так. Он плакал ночью и сказал, если только у нее была мать. Ах, если была у нее мать, она знала, как ей показать правильную дорогу. Бог, помоги мне. Моя жена, что ты там наверх, твоя душа с нами. Помоги, пожалуйста. Я готов умирать для этого. Я готов дать свою жизнь для этого. Пожалуйста, умоляю, Бог. Кричит, плачет. Он не перестал умолять. Пожалуйста, не едь, не едь. До последней секунды. Он сказал, да, я тебе возьму. Пускай они поедут сами и мы поедем, только я и ты. Она сказала, это не поможет, папа. Это не поможет. Он сказал, хорошо, да, я тебе возьму. Ишуадин Газ. Я поехал на аэропорт. Одна секунда, пиридетта, что она поднимается в сомалиот. И воссерца, поламалас. Поламалас на пяти миллиард куски, пяти миллиард шастки. Он смотрит на него слезы в глазах. И говорит ей, шулале. Моя дочка, скажи мне правду. Иврейс, ти еврейка. Ти чистая еврейка. Что тебе е сделат на улица? Что тебе е сделат ни в доми? Что тебе е сделат такие места особи на там вот? Что? Она смотрит на него и говорит, папа. Извини. Но я потеряла все. Весь вера я потеряла. Я хочу искать себя. Я хочу искать, для чего я родилась. Может быть, я это найду в буддизме. Может быть, я найду это в мусульман. Может быть, христиане. Может быть, кто-то меня найдет. Найти себя. Он сказал, ты? Буддаизм? Мусульман? Христиане? Ты еврейка! Умоляю, не едь! Ей было неприятно, что так отец кричит там и плачет. Сказала, папа, серьезно, я хочу себя найти. Я верю, что день придет, и ты мне будешь понять, и ты будешь меня простить. Он стал красным. Он не верил, что это она. Он не верил, что это она, эта дочка, что он ей дал все в жизни. Он не верил, что он так ее любил. Он не верил, что она была на цветах, что она сама красивая в семьях. Я не говорю, что это просто? После всего этого я не знаю. После всего этого я не знаю. Что я и мама, зихрона, не верха. Что мне не знаю. Это твоя спасибо. Эфа архим шеллах. А где твои мастерские? А где твоя история? А где дорога, что Бог нам дал? Эфа я идут? А где религия? Все это ты бросишь сейчас на мусор? Ты это все сейчас бросаешь на мусор? Ты хочешь, что я тебе буду простить? Я тебе любил до этого момента. Я тебе умирал до этого момента. Но если ты бросаешь меня, ты бросаешь Бог, ты бросаешь самый чистый, самый дорогой веш. Что это я, Бог, Тора. Ты выбрала тебе сестри. Мамин, адуша. Я не хочу знать, кто ты вовсе. Я не когда тебе не бросил. Я не могу тебе бросить. Я не когда не буду тебе бросить. Это были последние слова, что она слушала от ее отец. Она показала ему спину, взяла чемодан и поднялась на самолет. Три года прошли после этого. Она уже в Индии. Наколки на тело. Что нет, с кем нет, как нет, а где нет. Сделала все, что она хочет. И она думала, что она счастливая в жизни. Есть такие, гуляют, едут в Турции. Едут туда, едут сюда, едут туда, едут сюда. И они думают, что для этого не родились. Они думают, что сейчас, они будут счастливы. Есть такие, гуляют, едут лейлат. Сами-сами грязные места. И они думают, что там они находят ихний отдых. Ихний покой. Есть вещи, взялись в жизни, что это покой на пару моментов. Потом все проблемы начинаются после этого. Жизана кароткая. Жизана кароткая. Надо найти покой и отдых навсегда. Что это покой осталось навсегда. Не на пару моментов. Нельзя продавать твоё тело и продавать твоя душа на пару моментов. Это же не стоит. В конец каждый умирает. Каждый будет платить за это вещи, что он кушал, пил, сказал. Увидел, почувствовал, сделал. Это, что ему было больно, когда она поехала. Это, что он знал, что она будет увидеть. Но один вещь, она не смогла забыть. Это лицо, что был у её отец, когда она ему показала спину. Когда она показала ему спину, она плакала до самолёта. Но её желание, её охота было сильнее, чем обидеть её отец. Это было тяжело оставить её отец. Она 10, 20, 30 раз в месяц позвонила. Она хотела его достать, но не смогла. Она написала письма. Ну, каждое письмо, что она написала, никогда не вернулась ответ назад. Один раз она едет от базара, там, в Оду. И она увидела её подругу. Её подруга, что с ней училась в Нью-Йорке, в этой школе, что они учились вместе. Она её видит и смотрит. И говорит, это ты, да, это я. Обняли, поцеловали так. И начали так рассказать, сколько я делаю, что я делаю, сколько я зарабатываю, кто мой друг, кто мой дядь. Вы знаете, все эти разговоры, что есть на улице такие, что у них жизнь пустая. Она сказала, ну, что новое? Она сказала, ничего, всё, я тебе рассказала. Извини, я забыла тебе сказать, что я когда слушала, что твой отец умер, мне было очень больно, я тебе не успела сказать, что слиха. что твой отец умер. Что? Мой отец? Но, не, не, но, 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 нету шанс, нету шанс. Что? Она ей говорит, что ты, ты это не знала? Она сказала, что не знала? Пожалуйста, не играйся, скажи мне правду. Я весь дрожу, пожалуйста. Она сказала, что ты не слушала? Полгода после, что ты оставила его, твой отец упал, получил в сердце едкев лев. Что? Да. Все видели, что он был без настроения, что он был поломан. Он не смог жить. Он не смог это, на себе взять такую вещь, что ты оставила правильная дорога, чистая дорога, что ты оставила его и твоя семья. Он не смог с это жить. Он каждый день плакал ночами. Ровно после полгода он потерял себя и получил отекев лев и умер. Что ты не знала? Она начала плакать. Она себе не могла находить. Она не могла себе находить. Что? Что я сделала? Как я это сделала? Она быстро оставила труда, приехала к ее доме, где она желает, там на рент. Начала плакать сильно. Бог, пожалуйста, скажи, что это сон. Бог, пожалуйста, я хочу снять этот сон. Пожалуйста, что-то, дай мне кое-что. Не-а-а. Плакала. Плакала без конец. Плакала без над. О, это было. Она начала почувствовать, кто мне послушает? Как я могу тут молиться? А тут нету Бога. Куда я пойду? Что я сделаю? Она позвонила к ее брату и сестре. Она только один вопрос им задала. А где папа? Они ответили. Наши папа умер. Ты его похоронила. Она поставила трубку и начала плакать. Я ненавижу себя. Я ненавижу Оду. Я не знаю, что делать. Бог, помоги. Начала плакать сильно. Два, три, четыре дня она себя не находит. Она пошла в такое место, где покупают билеты. Она купила себе билет. Куда? В Израиль. В стену плача. Первый самолет. Она сказала, я хочу сейчас. Купила билет. Взяла ее деньги. Взяла один чемодан. Она все оставила там и приехала в Израиль. А терапорт. Она едет на стену плача. Она едет в то место, что Бог оттуда не двигается. А шхина лоза замена. Она сказала, если у меня есть сход, молиться тут. Я, что я оставила все, что я обидела. Самая дорогая вещь, что есть в мире, что я сделала боль. Я, я, я виноватая. Какой сход у меня есть тут смотреть на эти стенки, на эти камни. И она пришла близко к этот камни. К наши котелам Аравии. Наши камни. Наши камни это как губка. Она полная в слезы, в кровь. На нее воевали. За нее воевали. Это последний вещь, что остался от храм. Она поставила ее голова на этот камни. Этот камни уже слушали все в жизни. Этот камни. Они видели все в жизни. Я начал плакать. папа, 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 извини. Папа, извини, умоляю. Я же тебя любил, а как я это сделала? Я была неправа, папа. Когда-то ты сможешь мне простить Бог. Начала плакать сильно и плачет, и плачет на 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 будущий, на бывший, на это время. У нее была сильная, сильная боль. А я лецавгадольмед. Как я смогла это сделать? Когда-то отец сможет мне простить. Я когда-то смогу себе простить. Я наплакал бесконечно. Одна женщина там стояла и слушала, как она плачет, и ей сказала, извини, извини, что я тут мешаю. Я слушаю, как вы плакали, мне это больно, я могу вам дать только один совет. Возьмите бумагу и все, что вы чувствуете, напишите на бумагу и поставите внутри камни. И Шула начала посидела и начала писать. Ее сердце горит, плачет, кроу видеот атио серце, слю заиду атио вглаза. Яна пишет, папа, ядут в Йерушелим, ойр кодэш, окоу, окотел маярвисты, на плачча. Исне твоя душа мэн яви дит. Пажалу стаана мимка. Мой отец, мой любими. Пожати. Пожати мне. Я не не гаванти. Я не хатер латибе зелат полу. Я не митстаярет. Митстаярет меод. Извинес. Пажалу стаана. Я тебя люблю. Я уже скучаю очень сильно. Где ты? Я скучаю, как ты меня трогал, обнял, как ты меня поцеловал, как всегда ты сказал хорошее слово, когда была пустота, как ты мне дал любовь, бесконец, любовь, что никто не сможет мне дать. Как ты был для меня на это годами, что мама умерла, ты был тоже отец, тоже имат. Просто ты я обещаю, я обещаю, что я продолжу быть, как ты хотел, как ты имат мне в сфитали, и брейка, что сапледа и туры и митзвот, что держит нас же религия, слушает бог азаконий, продажат нашу историю, как будет будто шьеврей, если он не помнит его историю, откуда он пришел, кто был его отца и мать и матери и она плачет, плачет сильно опять, но после, что она это написала, ей стало мало легче, она искала, где поставить эту бумагу, это письмо, но не было места, евреи, мусульмане, христиане, все религии приходят туда, все понимают, что есть все вишни, и все вишни Бог выбрал нас от всех, нам дал то, что мы соблюдали, все пишут и ставят там в камне их бумаги, их письмо, и она не нашла там места, она не хотела спустить другой и поставить ее, она взяла стул, поднялась, тоже не было места, начала взять еще один стул и ставить один на не нашла места, мы знаем, что в чистые места, а где есть чистота, девочки и мальчики, их поотдельно, нет такой вещь, что смешанные места, и в такие места, как стена плача есть поотдельно, но не было места, где женщины, она сказала, окей, я не посмотрю, где мужчины, но я возьму стул на это место там и поставлю руку на их и там она нашла какое-то место, поставила сильно ее и один упал, один упал маленький, ей было больно, что упал, она его взяла в руки, сказала, окей, я поставлю его тоже, я не могу, что мой я поставил и другой упал, как я это неправильная вещь, меня так не воспитали, может быть, Бог не хочет послушать мои бумаги, может быть, может быть, какой-то знак, может быть, Бог не может простить, что-то, что я могу понять, но она посмотрела на эту бумагу и там на бумагу написано ее имя Лешуламид, для Шуламид, ее сердце начало бум-бум-бум-бум, весь ее тело горит, она весь дрожит, она открыла, и она увидела, что этот, кто написал октав, был знаком, и это было недрогой, это было ничужой, это было письмо, что написал ее отец, она дрожит, от крива и она плачит, и она чита и рибону шел лам бог, бог, она хруст верахем ал шуламид бат ривка, башал ласта, бут рахмад лул, жилей, мая доджка шуламид бат ривка, она мая доджка сами малинка, дуэм маста темуна зат, она паиха лавинтия, башал ласта, сматринанію, бог, гумаляю, сматринанію, шмур аляя, сматринанію, бог, сахранію, диржію, што нафсігда асталас, сиврэйка, иврэйка, што она, нээмэна, што она, нээстаби тибе, бог, што нафсігда асталас, што тив, жизни, ест, нитолкатут, пасли этот мир на той світ, пажалас, шмур аляя, кіалбаба тенеха, пасматринанію, кақты смотриш на сибя, на твоі глаза, ти жілюбіш без твоі діти, бог, я знаю, што ти, тебе не нравиться, што оставляюю твоя дарога, што это тебе как, ти обижен от этого, пажалас, што, што, це моя дочка, для мене, вирнию, вирнию, к'наша я дарога, к'наша я релігия, к'наша я вира, у виринаст, пастие, тимхала, бетеслахла, ана плачі, так сильно, и там написаны еще слова, последние слова, и так написаны, если я смог, я ей бісказал, если я смог, бог, я бісказал только эти слова, шули, моя шула, моя дочка, дорога, я тебе люблю, я тебе могу простить, да, когда ти мені оставила, когда, аддин беш, Если день придет и ты сделаешь чува, и я верю, что ты сделаешь чува, потому что я молюсь на это каждый день, что ты вернешься к нашей дороге. Ты будешь понять, что еврей не может быть еврей без его Тора, без соблюдать его битвот и законы. Так в чем я еврей, если не эта Тора? В чем я еврей? Я еврей, потому что есть один вещь, что соединяет между меня и Бога. Это наша Тора, это наша книга, это наши законы, это как жить правильно, как быть человек. Я верю, что ты сделаешь чува, и когда ты сделаешь чува, что ты знала, ты не только мне поднимешь на высокий рай. Я тебя по-любятся сказали, я тебя по-люб Rice, я тебя по-любятся в Ли Хоккор, я тебя по-люб którym шмет с状ась. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бог каждый день и ночь, каждый момент ждет, что Его дети пришли назад, что Его дети начали Его слушать, Его голос, Его советы, Его заповедни, Его законы, Его того, что Он нам дал. Каждый день Бог нам ждет.